Идет третий год следствия, оно уже, соответственно, сейчас дело передали в суд. И вот с первого дня, когда еще показания были даны как свидетели и потом подозреваемые, мы не только заявляем о своей невиновности, но и объясняем, почему мы невиновны. И наша позиция последовательна, и в суде мы это будем озвучивать, она вот изо дня в день, из месяца в месяц идет и доказана обстоятельствами, фактами. Ничего не поменялось. Следствие не представило стороне гособвинения ни одного факта нашей виновности. За два с половиной года ни одного факта не представлено. Наши процессуальные права были соблюдены в полном объеме, здесь претензий к следствию нету никаких. Мы знакомились больше полутора месяцев, заново прочитали 80 томов дела. Суд нас единственное ограничил, центральный районный суд ограничил, но, тем не менее, времени было достаточно. Статья 238, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Здесь содержится фундаментальная ошибка следствия, которую они, в принципе, понимают, но уже, как говорится, система обратного ухода не имеет. Ничего они уже с этим сделать не могут. Тверская генерация не является субъектом оказания коммунальных услуг. Дело в том, что коммунальная услуга теплоснабжения, она строго регламентирована 354-м постановлением правительства. И у нас в стране это лицензируемая деятельность, чтобы вы понимали, и оказывается только управляющими компаниями. Только. Соответственно, для этой услуги Тверская генерация, как ресурсоснабжающая организация ЕТО города, поставляет коммунальный ресурс. Так вот, следствие спутало эти вещи. Через полтора года они разобрались с этим, но уже переформулировать обвинения не смогли, потому что иначе у них просто все рассыпется. И отправили как есть. Соответственно, мы ожидаем, что в суде мы профессионалам существенно более высокого уровня объясним, докажем, покажем, почему Тверская генерация никогда не оказывала услуг по теплоснабжению. Как бы это, может быть, странно не звучало. Но если вдаваться в букву закона, это так. 1 февраля 2018 года долг Тверской генерации составляет 3,2 миллиарда рублей. Когда мы, Сергею Владимировичу, уходили, хоть и принудительно с генерации, 18 сентября 2016 года, долг был 2,4. Соответственно, по организационной инерции, по управленческой инерции к концу года он сократился до 2 миллиардов рублей. То есть, 2016 год генерация закончила с показателем оплаты текущего употребления газа 115%. Эти цифры есть в материалах дела, они сверками представлены. И как со стороны Газпрома, так и со стороны генерации. То есть, наша управленческая команда сумела не только вести опережающую реконструкцию тепловых сетей, но и предпринять просто, я бы сказал, беспрецедентное усилие по погашению долга за газ. По статье 201, о превышении служебных полномочий, по этой статье уже вынесен приговор основному акционеру, или как его можно назвать, организатору. В общем-то, приговор именно так квалифицирует его статус в этой деятельности, то есть, организатор покупки от ЭГК-2 этого актива. Я никогда не являлся, и Иоанн Александрович, кстати говоря, тоже не являлись покупателями этого актива. То есть, мы не входили ни в состав этих пяти организаций, которые перечислены, в том числе и в приговоре. Мы, соответственно, я работал как наемный топ-менеджер, поэтому здесь, я думаю, что суд разберется и даст оценку по моему неучастию в этом процессе. И все займы выдавались в соответствии с уставом общества по решению собрания учредителей этого общества. Есть, соответственно, юридические документы, они представлены следствию, это протоколы, скрепленные печатью, подписью. Следствие это доказывает, что это действительно реальные печати, подписи. И принимали учредители и участники общества совместные коллегиальные решения. Были поданы, в том числе и мной, подписаны заявления в арбитражный суд, соответственно, и заявления в УБЭП уже на подозрение о мошенничестве. УБЭП ответил, что никакого мошенничества он в этом не видел. Потому что все подтверждается документами, все есть графики, есть судебные обращения в арбитражный суд. Поэтому мной предпринимали все меры для того, чтобы вернуть эти деньги. И повторяю, что в суде будет это рассмотрено, то есть большая часть этого долга была возвращена.